Здарова, сталкеры! С вами Хлебный! Как вам новый трейлер в Сталкер 2? Довольно крутой, не правда ли? Даже слишком хорош, чтобы быть правдой. Но сегодня речь пойдёт не о нём. Дело в том, что я вам задолжал видео по второму эпизоду Habernation Evil. Вон даже разработчик мода сидит и локти кусает в ожидании обзора на его творение. Ну а мы-то что? Мы-то и не против. Тем более, что в отличие от первого эпизода, второй получил большинство положительных отзывов. Неужели всё стало лучше? И сюжет наконец-таки раскачался и проявился во всей красе? Ну, как вам сказать? Давайте обо всём по порядку. И зачем мне это показали? Понятия не имею. Событие разворачивается спустя два дня после финала первого эпизода. Солок возродили, Сталин снова у руля. Заводы вновь вовсю стучат, люди живут в мире и согласии. Красота! Ну а благо это оказывается сном собаки нашего главного героя. Да, Игнат снова в деле. Просыпаемся мы с вами в здании детского сада, где помимо использованной аптечки экзоскелета с разряженной батареей, в соседней комнате находится наш добрый друг Палтус. Тот спрашивает Игната о его самочувствии. Как вас спал, братишка? Ну а мы же спрашиваем, как долго мы пробыли в отключке. Палтус рассказывает нам, что примерно сутки, и что за это время каменщики покрутились тут по округе, но не найдя ларьки с хлебом, пошли дальше. Отшучиваемся, мол за это время зато хорошо выспались. Ну а подобно лидеру, Палтус рекомендует нам сходить на сеанс к болотному доктору. Но нас больше интересует не наше самочувствие, а где наша снаряга. Наш друг поведал нам, что спрятал её в шахте лифта гастронома, то место, где мы вырубились в конце первого эпизода. Дав нам нож, броню, а также наводку на ящик со снарягой, Палтус просит нас также раздобыть аккумулятор для его экзоскелета. По словам нашего друга, ящик находится в левой комнате, но когда я покинул помещение, то слева я ничего не обнаружил. Но зато я обнаружил нужный мне ящик с другого лева правой комнаты. Забавно. А, погоди, так это справа. Чё это получается, я дурачок что ли? Или просто это лево было другое, а право? И теперь, несмотря на всю крутость Игната, на этот раз к нашему пистолету выделили патроны. Снарядившись, мы направляемся в сторону гастронома. Но сначала, по наводке ПДА, я направился в гостиницу, чтобы найти аккумулятор для моего друга. И, честно признаюсь, не думал, что от этого места у меня пойдут по телу мурашки. Просто посмотрите на это. Мы за тобой наблюдаем, убирайся. О, ё-моё. А кто мы-то? Мне-мне-мне-мне-то всего лишь-то это, только спросить. Жесть, короче. В одном из номеров я всё-таки нахожу экзоскелет с рабочей батареей. Но, чтобы её изъять, мне понадобится отвертка. Понятия не имея, где она, я всё же решил сначала забрать свои вещи. И без особых приключений, я всё же нахожу в лифтовой шахте рюкзак. О, господи, не было несчастья, да выброс помог. Но, тут же начинается выброс. По закону подлости, автор не указал точку, где стоит пережидать это явление. Однако, не будь я обладателем в 300 IQ, а именно, не вспомни я, что в первом эпизоде мы вместе с отрядом пережидали выброс в подземном переходе, но не успел я туда добраться, как вдруг... Чё за... О, блин! Ёп! Но не-не-не-не-не-не-не-не! Ко мне подкатил БТР. Справившись с ним одним взмахом клинка истребляющего танки, я чуть было расслабил булки, как вдруг... Меня прикончил выброс. Подумав, что произошла какая-то ошибка, я попробовал этот трюк во второй раз, но... Так же безрезультатно. На самом же деле, автор этим БТРом пытался намекнуть, что... Тебе сюда нельзя! Поэтому, потыкавшись во все возможные углы, я нашёл укрытие в подвале здания ДК. Но переждал я выброс не один, а в компании цирка Шапитова, главе с профессором Шварценгольдом. Первым делом я решил пообщаться с пугалом, кровососом в плаще. Спросив его, как можно открыть тот ящик с первого эпизода за его спиной, тот говорит нам загадку в виде цитаты «Для добрых душ есть другая дорога». Ничего не поняв, я подошёл к профессору Альпенгольду. Но вместо вопроса про ящик, я задал ему вопрос о некоем устройстве, которое нашлось среди моих личных вещей. Как оказалось, эта штука помогает находить телепорты. Чтобы её починить, нам нужно найти для профессора банку канифоли и паяльник. А в качестве платы, добыть для профессора три красных кристалла и соответствующих обелисков. Да-да, тех самых штуковин, что мы наблюдали и в первом эпизоде. И чтобы найти эти кристаллы, профессор нам даёт спецустройство в виде картонных VR-очков. Затем выброс уходит, а вместе с ним и наш бэттрип в виде данного цирка. Первым делом я решаюсь открыть этот ящик. Но чтобы его открыть, требуется пароль. И в качестве подсказки, Игнат вспоминает цитату, сказанную пугалом. «Для добрых душ есть другая дорога». Спойлер, загуглив эту фразу, я узнал, что это отсылка на божественную комедию Данте, где содержится число 127. Везякот, мы открываем ящик, как вдруг. Ух, блин! Раздаётся взрыв, и мы теряем сознание. Знаете, всё-таки не зря квест назывался «Некоторые вещи лучше оставить забытыми», потому что точно за этими вещами к нам идут фанатики. Кстати, в ящике был потрёпанный комбез, в карманах которого мы находим фонарь. Фотографию ВИПа наёмника. Ах, да, фанатики. Вот они, на подходе. Файн, это будет весело. Чё с уроном, брат? Пссс, сука, очень увлекательно, блядь. Это я вообще не понимаю, это что такое? Да еб... Ээээ... Блядь, откуда? Жееесть. Не имея аптечки и постоянно подыхая, я уже думал было бросить это дело, но собрав волю в кулак, я закончил начатое. И я думаю, этот поступок достоин вашего лайка и подписки. Кстати говоря, тут довольно странная система снаряжения. Когда я подобрал в 16 фанатиков, вместо слота для основного оружия, оно угодило почему-то в пистолетный. И ладно бы это, но тем же ножом и фонарём можно воспользоваться только в пистолетном слоте. Для чего это было сделано, непонятно. Но, да ладно. Фанатики побеждены, а на втором этаже мы находим отвертку. Ну а прежде чем идти откручивать аккумулятор для нашего друга, я решил найти профессору кристаллы. Обойдя три точки, добываем красные штуки, а затем двигаем в сторону гостиницы. Обстановка там по-прежнему негостеприимная. Но Игнату тупо похер. Он достает отвертку и забирает батарею с Экзика. Теперь самое время вернуться к нашему другу. Но на его месте мы находим консерву, которая стоит аж целых 11 штук. Ну, тут уж точно, дорогая сердцу. Фига себе, дорогая банка тушёнки! Нет, там точно Вован внутри, отвечаю. Делать нечего. Забираем нашего друга, а также его экзоскелет с новой батареей. Выйдя на улицу, озадачиваемся вопросом, и что же делать дальше? Мы остались совершенно одни в этом чёртовом городе. Спойлер, нужно его покинуть. Переход здесь. И тут же, мы с вами оказываемся на совершенно новой локации, которая, кстати говоря, достаточно атмосферная. Что-что, а эта локация мне очень даже понравилась. Более того, разработчик вновь смог нагнать жути. Блуждаю себя, как вдруг слышу какой-то звук. Пытаюсь его разобрать, я слышу нечто сродни «Иди сюда!» И когда я пришёл, то увидел вот такую картину. Чё это за звуки? Это отсюда доносится? «Иди сюда!» «Иди сюда!» «Да ну нахер!» «Я не пойду!» «А?» «Иди сюда!» «Кто зовёт?» «Не, ну вот этот момент довольно забавный. Только чья это голова? Надеюсь, не моя, разработчик, не обижай». Честно, вот этот момент мне очень даже понравился. Разработчику респект. Ну а что-то я немного забежал вперёд. Придя на локацию, с нами связываются некие сталкеры. По наводке мы оказываемся на их временной стоянке среди складов и поездов. Сначала я, правда, услышал гогот бандитов и подумал, что это к ним идти надо, но они наотрез отказывались со мной говорить. Лишь только позже я их тут нашёл. Кстати, среди них есть парень по кличке Яндекс. Вот только у него, в отличие от его тёзки, не нашлось инфы, где добыть паяльник. Зато у его кореша Дисы есть наводка, но взамен тот просит нас пройти с ними на экскурсию. Под экскурсией они имеют в виду найти их пропавшего товарища Серёгу-продюсера, который вместо того, чтобы спродюсировать мод данного разработчика, пошёл на разведку, но так и не вернулся. В компании с их третьим помощником Ястребом мы направляемся в сторону нефтебазы. Ястреб занимает снайперскую позицию, чтобы обеспечить нам прикрытие, а мы идём вперёд искать Серёгу. И по итогу находим его, однако тот хватается за голову что-то Бармача, а позади него стоит призрачная фигура, не успев ему задать и пары вопросов, как вдруг Серёга резко превратился в какую-то страхолюдину. Но разобраться с ним не составляет особого труда. Расправившись с горе-продюсером, мы подходим к Ястребу. Узнать порядки ли он, так как воевали мы со Страшилой лишь одни. Однако с парнем-то всё окей, но Страшилки этой он всё же не слабо так испугался, поэтому и не помог. Рассказав ему о произошедшем, мы направляемся в сторону лагеря. Проголодавшись по пути, я всё-таки решился съесть ту самую дорогую тушёнку. Однако, видать, та же всё же была не первой свежести, поэтому после выполнения задания мы оказываемся прикованы к деревенскому сортиру. Выпутавшись из оков деревянного трона, мы следуем к Диссе. Тот огорчён такой кончиной товарища, но не церемонный сигнат всё же спрашивает его про паяльник. Тот же предлагает нам смотаться на некий завод, где по идее он и должен находиться. К тому же он просит нас по пути захватить флешку с его тайника. Неохотно, но всё же соглашаемся. Заодно получаем от ястреба его снайперку. Сыкнула она больше не нужна. И направляемся в сторону завода. На месте мы обнаруживаем странное зелёное свечение в окнах на третьем этаже. Но просто зайти в здание не получается, поскольку всевозможные проходы ограждены гравитационными аномалиями. Поэтому мы успешно обходными путями следуем к объекту свечения. Почти успешно. Источником свечения оказывается артефакт-пузырь. Забираем его. Далее следуем к отметке тайник-одисы. Находим его, но тут же опираясь на данные слэшки, узнаём, что нас обманули и это вовсе не его тайник, а диггеров. Забрав причитающийся, мы подвергаемся нападению зомби. Успешно отбиваем его и подбираем их пушки. Тут же мы узнаём две вещи. Первое. Эти струи мы можем вооружить, подчёркиваю, слот основного оружия, не пистолетного. Второе. Это были не зомби, а клоны сектантов. Вещи стали интереснее, но не менее понятными. Следуем к следующему зданию и забираем с маленького ящичка паяльника-канифоль. И только я бы его подумал, куда же нам идти дальше, как игра тотчас нас телепортирует назад в Припять. И никуда попала, а именно в тот злополучный подвал, в гости к Альпенгольду. Отдаём ему паяльник и его кристаллы, взамен мы таки получаем отремонтированный прибор. Однако, вместо инструкции по его применению, мы видим такую страшилку. И... Оно мать. Мне бы так от вопросов на экзаменах выкручиваться ей богу. Но тут же оказалось, что мы здесь не одни, а в компании наёмника по кличке Тесак. В ходе диалога собеседник узнаёт нас, и мы оказываемся во фэшбеке. Перед нами событие месячной давности, где главгерой пересекает блокпост и направляется в сторону деревни новичков. Однако, обитают там совсем не новички, а самые что ни на есть настоящие профессиональные наёмники. Но мы их игнорируем и идём в бункер Сидоровича, которого нет на месте, чем так сильно огорчён Игнат. С нами точно с ППД связывается сталкер и просит нас встретиться. Приходим на место встречи и видим старого друга нашего главгероя по прозвищу Князь. Мы сразу задаём вопрос, а куда это Сидорович делся? Мол, очень нужно снарягу купить у него. Наш собеседник не знает ответа, но как вариант в таком случае поискать снарягу в деревне. Но наёмникам это не очень нравится, поэтому заводим милую беседу с их лидером Тесаком. Кстати, здесь вы можете оценить единственную оригинальную озвучку. Шёл бы ты отсюда, здесь теперь наш лагерь и нечего тут рыскать. Говорят, в лиманский кур доят, хрен его знает, если охота копайся в здешнем пламе. Торгаш делся куда-то, сразу такая. В ходе беседы узнаём, что наёмникам был тоже нужен Торгаш, так как кушать хочется, а его нигде нет. Вскользь Тесак упоминает, что недавно военным скинули ящик продовольствия, но те почему-то не торопятся его забрать. Предлагаем добыть этот ящик в обмен на пушку. Тесак соглашается. Уже подойдя к месту, я сначала не нахожу ящик, но затем он магическим образом появляется у меня перед глазами. Забираю его и несу добычу лидеру наёмников. Тот нас благодарит и выдаёт нам свой Вальтер, но без патронов. Сразу поправляя нас, что мы только на пушку договаривались, а боеприпасы у них в самих дефиците. На этом флешбек прерывается. Мы оказываемся вновь в Припяти и в ходе диалога застаем врасплох наёмника вопросом о двух убитых сталкерах. Тот удивляется тому, как мы об этом узнали. На что мы указываем на найденный в потрёпанном комбезе ПДА. Да, тот самый, который мы нашли в ящике в начале игры. Мы можем просто отдать ему ПДА, либо же отдать его в обмен на документы, которые нужны бармену. Выбираем второй вариант. Наемник даёт наводку на тайник с документами и тут я обнаруживаю, что мои вещи не вернули. Куда же они дели? Ладно, не буду таить, они в соседнем ящике. Честно, на месте автора я бы сделал квест напоминания для самых маленьких, чтобы те забирали вещи. Итак, находим тайник и забираем документы. Но что же дальше? Несмотря на наличие некоторых заданий, мы никак не можем их выполнить. Кроме одного. Найти тайник диггеров. Двигаем в сторону новые локации и по наводке вновь оказываемся на нефтебазе. Да, Дисси мы так и не вернули флешку, но знаете, пошёл он куда подальше. Так как, во-первых, он нас обманул, а во-вторых, это всё равно не его тайник. Нахожу я нужный мне люк, однако он крепко закрыт, нужна монтировка. Но поскольку рядом Гордона Фримена не оказалось, начинаем обследовать локацию. И тут же наше устройство по поиску телепортов фиксирует один из них. Прыгаем в него, не совсем удачно, и тут же оказываемся в одном из близлежащих зданий. Там же мы находим довольно жуткий спуск в подвал. Эээ, жуткий, потому что, ну знаете, эти длинные и узкие коридоры. Переходим на следующую локацию и оказываемся в очередном подземелье. Там трындец. Всё темно и довольно жутко. Ну так просто включи свет, лол. Ну вот я и включил. Пошёл дальше, переступаю порог одной из дверей и снова оказываюсь в том месте, откуда пришёл. В очередной раз включаю свет и, бродя по коридору, нахожу мёртвого диггера, у которого обнаруживаю довольно-таки страшную записку. Включается таймер. Я заранее занимаю выгодную позицию. Таймер подходит к финальной отметке и... А... Ехе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Смешно. По сути, ничего, только свет отрубается. Снова играем в Электрика. Вуаля! Да будет свет! Вновь подходим к той золополучной двери и на сей раз она без всяких фокусов открывается. Внутри убранства аккурат тайник стрелка из оригинала. Тут ещё вот такие приколы есть. Он за твоей спиной Кто? Где? Бл** Берём и тыкаем во всё, что можно унести и потыкать. Кстати, здесь можно считать данные с дискеты с этого компьютера, но там мы лишь видим кусок ролика, который был скоммунижен из игры You're Empty. Да и по сути квест так же и назывался. Для чего он тут, не совсем понятно. То ли это как-то связано с сюжетом мода, то ли просто отсылка. Тем не менее, надо двигаться дальше. И я долго пытался понять, куда же мне идти, а оказалось, что нужно было всего лишь найти и потянуть вот этот рычаг. Проход открыт. Спускаемся вниз и тут же натыкаемся на поехавшего. Опыт Серёгой показал, что это чекушка ловушкера. И жди беды. Так и оказалось. Наш сталкер превращается в хеллнайта из Doom 3. Но мы-то Doom проходили, поэтому один хеллнайт нам не помеха. Далее несколько запутался, потому что все проходы были закрыты и учитывая мой прошлый опыт, я пытался найти хоть какой-нибудь рычаг, но всё тщетно. А оказалось, что там, где мы убили хеллнайта, под лестницей был проход. Ну, не знаю. Либо я такой невнимательный, либо все бы по старой памяти пошли тем же маршрутом, что и я. На месте автора я б в качестве навигации для игрока сделал какой-нибудь кровавый след, который указывал бы на сторону этого прохода. Ну, либо же завалил обломками лестничную клетку, чтобы они туда не ходили. Но, неважно. Далее ползём по туннелям, пока не натыкаемся на эту комнату. Пароход ограждён со всех сторон, а это значит, что мы в ловушке. И тотчас нас телепортирует в довольно-таки узкий туннель, где мы вступаем в схватку с... Назовём его колдуном-пескогрызом. Выносим его на раз-два. Нас вновь телепортируют в эту комнату. Признаюсь честно, этот эпизод мне очень даже понравился. Кстати, колдуна звали Блазень. Проход открыт. Идём дальше. А затем... Смерть, это ещё не конец. Твоя душа будет вечно гореть в аду. Продолжение следует. Снова. Неа. И к каким выводам мы можем прийти? Стал ли мод лучше по сравнению с первым эпизодом в плане повествования? Ну, как по мне, нет. Это всё тот же сумбур, где общий сюжет пока что никак не вырисовывается. Хотя задел на него, конечно же, есть. Но было ли мне скучно играть? Нет. Определённо нет. Честно скажу, в отличие от первого эпизода, этот мод меня приятно удивил. За всё время прохождения я ни разу не заскучал. Да, местами я не понимал, что делать, и то и дело пользовался гайдами, когда застревал на том или ином моменте. Но, по крайней мере, мне не было скучно. Более скажу, многие моменты меня даже порадовали. Будь то те же пугалки или реализация некоторых квестов. Хотя прикола с пистолетным слотом я так и не понял. Могу ли я сказать, что это такой же плохой мод, как и первая часть? Конечно нет. Некоторые вещи в нём могут быть непонятны. Но в то же время этот мод может неплохо так вас развлечь. Не скажу, чтобы я порекомендовал пройти его каждому, но по крайней мере, мне понравилось. Что же, на этом наше видео подходит к концу. С вами был Хлеб. Подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк, чтобы поддержать ролик. Вступайте в мой паблик ВК и сервер Дискорд. Ссылочки в описании. Всем пока. И помните, не так страшно превращение вашего товарища в Хелл Найта, чем превращение его в консерву. Субтитры сделал DimaTorzok